От подарков повышается уровень. Правильно? Блин, мне так мало подарков дарят. Я, блин, я не знаю, может быть я что-то не так делала, может мне что-то надо интереснее, что-то рассказывать, может интересного. Я по возможности днем захожу в эфиры. Просто, например, в обычные дни, когда я ухожу на работу, я не могу зайти в эфир, так как у меня там нет интернета. У меня есть девчонка, с которой мы собирались вчера выйти, но вчера пошло не так. Мы хотели с ней на желание. Спасибо большое. Я думаю, может с Саником поговорить, с Сашей выйти. Я думаю, что он не откажет мне. Я уверена, вот с ним точно будет весело. Потому что Санек очень веселый тип. Я недавно его истории смотрела в инстаграме. Он такой, кто-то идет, рассказывает, там идет, рассказывает, рассказывает. И я смотрю, у него футболка неглаженная. Только хотела написать, что футболку не погладил. И он такой, ебать, футболку не погладил. Смешил людей. Блин, я не могу смешить. Я могу насмешить только своего парня с этими тупыми идеями. Позавчера я ему... Ну, я кое-что придумала, в общем, рассказала ему. Он так удивился, типа... Я рад, могу ли я найти девушку в друзья. У Ширли на руке знак ОК. Так, привет. Ставил за банку кофе телефон и говорил. Господи, да отстань ты со своими твыми вопросами, блин. Какая тебе разница? Какая тебе разница? Что, что, что? А вообще... Прошло про то, что говорил. Чего? Не поняла. На самом деле, вот этот отверстие называется рассеиватель. И предпослачивается... Да нет, там какой-то тип пишет, типа, всякие разные тупые вопросы, на которые я не буду отвечать зачем. Прошло про то, что я не буду отвечать. Когда волна проходит через отверстие, она полностью рассеивается. А сама ложка служит потом защитным экраном от радиации. Позвольте. Заботу и защитную экран. Позвольте. Что может быть? Не нужно работать весь день. А-а-а. Ну, короче, ты инсценировал всякие разные... Я поняла. Ну, ты знаешь, что нужна такая хорошая фантазия, чтобы это всё придумывать У меня парень постоянно, короче, он метис, не совсем русский Вот, но он выглядит как русский практически Ну, есть, конечно, что-то ещё не русское Вот, а вот этот акцент, он у него в крови просто И ему, когда кто-то звонит из банков или ещё что-то, он говорит с ними с акцентом С таким вот чистым дагестанским акцентом И постоянно над ними прикалываются, там тётки ржут просто внутри, хотелось сказать, телефона На том конце телефона Здравствуйте, здравствуйте А ещё вообще в отношениях с девушкой самое главное знать, что ей нужно Это самое главное, чтобы мужик был весёлый, мог её рассмешить и мог её чем-то покормить Потому что сытая девушка – это залог хороших отношений Да, представляющий рок Класс У меня много знакомых роков Привет, привет, привет Ого, на речку тусить Блин, у нас холодно ещё на речку тусить Мы недавно ходили Вот Там прям так ещё, не очень Как сказала моя дочь, мы шли по мосту Она говорит Да, высоко, высоко Если, говорит, неаккуратно здесь стоять, можно х И всё Блин, да, в Москве холодно Честно, я даже не знаю, как я поеду туда жить Для меня климат, именно московский климат, для меня это тяжеловато Я люблю, когда жарко Я люблю солнышко, я люблю жару Я люблю, когда мне кожа припекает Лучше жарко, чем холодно Да, вот я чистая южанка Я дома до сих пор топлю Потому что я люблю, когда мне жарко Да, мне вот желательно Я бы в Дубай куда-нибудь туда Не, а в принципе здесь меня тоже устраивает Здесь летом прям жара Единственное, что мне сейчас не нравится Потому что уже было 30 градусов Всё было прям идеально Шикарно В квартиру тебе надо печку Нет, зачем мне печка В квартирах, кстати, очень херовое отопление Особенно у нас в Краснодарском крае Они за отопление просят дохуя А платить вообще Ой, платить Топить не топят У нас коммуналка очень дорогая Выходила в двухкомнатной Потому что, во-первых Сколько раз? Два, три, четыре Четыре отапливаемых помещения Вот Было Но они не топились практически Ну то есть батареи тёплые, да Было холодно И мы всё равно дотапливали Наступят так, что Африка Вот я сейчас в доме топлю Мне нравится в доме то, что ты захотел Котёл побольше там поставил